Как сказал упоминавшийся уже в начале Менкен, «Я полагаю, что любому, кто начинает распоряжаться чужой свободой, суждено стать тираном, и любому, кто уступает свою свободу, неважно, насколько малой степени, суждено стать рабом». Так мы вляпались в это. Вольтер сказал, «Пока люди безразличны к применению своей свободы, желающие тиранствовать, будут делать так, ибо тираны деятельны и ревностны, и посвятят себя во имя любого числа богов, религиозных и иных, тому, чтобы надеть оковы на спящих людей». Мы можем на физическом уровне делать вещи, отражающие наше меняющее сознание. Мы тут посоветовались с трибуны у Белого дома и решили, что будет вот так. Народные массы. Нет, не будет, мы так сделаем. Где власть? Исчезла. Нет ее. Власть находится у нас, а мы помогаем строить нашу собственную тюрьму. Когда мы прекращаем помогать, тюрьму нельзя построить, так как для этого не хватает народа, если порабощаемые люди сами с собой этого не делают. Альберт Эйнштейн. «Первопроходцы мира без войн» — это молодые люди, отказывающиеся служить в армии. Я хочу остановить войну. Тогда не сражайся. «Если обе стороны не будут сражаться, где тогда война?» Как говорили в 60-х, что если бы была война, и никто бы не пришел? И нет уродской войны. «Поддержи наши войска», — говорят нам. Говорящие это особи в темных костюмах посылают молодых ребят на бойню ради выполнения своих дебильных планов. Вот насколько сильно они хотят поддержать наши войска. В жопу их. Они никогда не участвуют в войнах, вы не заметили? Джордж Буш объявляет войну. Если бы он был на передовой, когда произошел первый выстрел в Ираке, он был бы под кроватью в Фьюстоне, когда случился второй. Эти люди не участвуют в войнах, они посылают туда молодых ребят. Если не дать им, не будет никакой войны. Вот что нам нужно сделать. Это как религия. Чувак в одной стране, лидер посылает свою молодежь на войну, чувак в другой стране посылает свою молодежь на войну, ребята воюют друг с другом. Ради чего? Ради двух придурков, о замыслах которых они, вероятно, даже не знают. Если мы сможем сдвинуть точку наблюдения из этого мира в состоянии вне тела, тогда мы изменим нашу реальность. И если в состоянии вне тела мы спросим себя, я постоянно это говорю, что изменило бы этот мир внезапно, за одну ночь? Это если бы все начали делать то, что, как они знают, правильно, вместо того, что, по их мнению, правильно для них в данный момент. Насколько сильно все бы изменилось? Люди постоянно говорят мне, инсайдеры, я дам тебе эту информацию, но не упоминай мое имя. Хорошо, пусть это буду я. Когда мы достигаем той точки, где делаем то, что считаем правильным, вместо того, что по-нашему правильно для нас в данный момент, меняется все. А что правильно для нас в этот момент? Только то, что таковым считает сознание тела. Когда мы в состоянии вне тела, разве мы говорим, «О боже, как я рад, что не сделал то, что было правильно, потому что тогда у меня были бы некоторые неприятности». Нет, нет, мы говорим, «Жаль, что я не поступил тогда правильно, ибо это было бы правильно». Вот где точка наблюдения, когда мы вне этой контролируемой, программируемой реальности. Доброе утро. Все хорошо. eniэнниэо. Спасибо. И вaresп Viking. Argent я х honный, venom-celand. Зд ewそうですね. alts номер-